Добрый день, гости и подписчики канала. Последний день зимы. Я на озере Трофей, где рыбалка разрешена администрацией во время запрета. Сегодня снимаю воблеры под водой, оцениваю прозрачность воды, ловлю щук и фиксирую их активность в темноте. Февраль в этом году был аномальным. 1 февраля утром минус 1, а 9 днем плюс 17. Сегодня плюс 8. Щука активностью не страдала. Обычно за несколько часов 1-2 поклевки. В прошлом году в это время было с десяток поклевок, но щуки были в основном до 1 кило. 21 февраля прозрачность воды была более 2 метров. На дне наблюдалось большое количество пузырьков воздуха. Постоянно всплывали остатки органики. Этот процесс наблюдается каждый год на озере Феврале. Возможно прозрачность, интенсивность всплывания остатков органики и пузырьков влияют на активность щуки. 29 февраля прозрачность воды снизилась до 1-1,5 метров. Пузырьков меньше. 30 февраля прозрачность воды снизилась до 1-1,5 метров. Активизировались раки. 30 февраля прозрачность воды снизилась до 1-1,5 метров. Когда начнет двигаться и активно питаться мирная рыба, прозрачность снизится до 1-1,5 метров. И щука активизируется. 1-1,5 метров. Первый заброс приносит щуку под кило. На инквизитор в цвете моттайгер. Забросы прямо в камыш. Часто зацепы. На чистом пусто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В сумерках отличается инквизитор в цвете пайк. Выцарапываю 2-х килограммовую щуку прямо из камыша. Толстая мамка. До нереса еще далеко. Субтитры создавал DimaTorzok Темнеет. Вместе с Виталием, администратором водоема, отправляемся на поиски щук. На помостах мелководной части озера наблюдаем карасей до полкило. Некоторые плывут прямо на свет. Возле третьего помоста наблюдаем лежащую на дне щуку. Двигаемся дальше. Почти возле каждого помоста караси поглубже щук не видно. Вода за подледние дни помутнела и видно хуже. Возле десятого помоста наблюдаем активную щуку возле поверхности. Возможно, она вышла на охоту. В дельте Днепра я как-то ночью осветил подлещика с ладошку и спровоцировал ночную атаку двухкилограммовой щуки. Да и на трофеи у меня часто были поклевки в темноте. Отправляемся к меляку. Видно много мелочи. Там находим и несколько щук. Они вышли погреться на более теплую воду. Через несколько часов здесь будет холоднее и они уйдут поглубже. Выводы. В озере много щуки, но и хорошая кормовая база. Много карася, красноперки. Щуки упитанные и не спешат к нерестовому жору. Поймать сложно. Наличие раков свидетельство чистоты воды. Ждем помутнение воды и температуру воды плюс 9, когда щука начнет активничать по чистой воде. В прошлом году нерест щуки начался при температуре плюс 10 и совпал с ветением вишни. Он продолжался с 3 декады марта по 1 декаду апреля включительно. Ждем. Всем не хвостанье чешуи. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok